МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После трехнедельного перерыва возобновился чемпионат страны по футболу в первой лиге. Представители Гомельской области в этом турнире второй круг начали на мажорной ноте. Светлогорский химик в гостях сумел отобрать очки у второй команды чемпионата. Светлогорские футболисты в Могилеве сыграли в ничью 1-1 с Днепром. Футбольный клуб Гомель взял три очка в матче с Соршей. Победный гол зелено-белое забили уже в добавленное время второго тайма. Гомель жил дортранс в 14-м туре, дома принимал слоним. Во время паузы железнодорожники лишились ряда ключевых игроков. Жосткин и Шрейтер перешли в Белшину. На Загвоздин уехал играть за Микошевичский гранит. Пополнили состав нападающие Виктор Митсура и Денис Козловский. Последний организовал самый опасный момент в первом тайме отчетного матча. Правда, забить новичку не удалось. В целом же первая половина была скучноватой. Видно было, что после долгой паузы командам непросто вкатиться. Все изменилось на 51-й минуте. Слоним открыл счет. Хозяева поля, которые проигрывать явно были не намерены, встрепенулись. Проведенные тренерским штабом железнодорожников замены оживили игру. И на 65-й минуте до этого стройная оборона гостей дала трещину. Козловский получил мяч недалеко от штрафной противника. Протащил его несколько метров и пробил 1-1. Спустя 7 минут все тот же Козловский оказался в похожей ситуации. Однако сам бить не стал. И выложил мяч на ногу Денису Галенко, который не промахнулся. Под занавес матча Галенко оформил дубль, добив мяч ворота после отскока. 3-1. На этом и разошлись. Хороший матч был. Вы знаете, у нас люди ушли. И в гоми-желтрансе у нас ушли. У них в Бобруйск, у нас в Гранит. Где-то перестроили немножко, взяли новых людей. Вот эти позиции не совсем удалось закрыть. Конечно, хотели, наверное, от обороны сыграть. И оно где-то получалось. Тяжело начали игру. В общем-то, я думаю, что связано с большим перерывом. С этим долго входили в нее. Гол соперника, я думаю, разбудил нас. Пришлось чуть-чуть перестроиться. Потом взяли инициативу в свои руки. Думаю, что забили три хороших гола. В паузе потеряли ряд футболистов атакующего плана. То есть нам сейчас приходится строить, опять же, новую игру. Поэтому в первом тайме нащупывали, нащупывали моменты. А во втором вышли свежие игроки, которые придали скорости игры. Я думаю, что физически мы оказались свежее соперника и реализовали свои шансы. В турнирной таблице железнодорожники по-прежнему на третьей позиции. Гомель лидирует «Химик» на десятом месте. 21 августа на Центральном областном центре состоится, пожалуй, центральный матч второго круга. Гомель будет принимать Могилевский Днепр. В первом круге зелено-белые одолели соперника на его поле. Так что мотивация у могилевчан будет запредельная. В пятнадцатом туре «Химик» сыграет со столичным лучом, а Гомель жил «Дортранс» со звездой БГУ. 10 сентября женской команде гонбольного клуба «Гомель» предстоит дебют в Лиге чемпионов. В первом матче квалификационного раунда соперником будет клуб «Лейпциг» из Германии. Гомельчанки в середине июля приступили к тренировкам и уже успели провести первые спарринги. Гомель стал победителем товарищеского турнира в Польше. Наши гонболистки одержали три победы. Один матч завершился в ничью. В межсезонье в команде произошли кадровые изменения. Мы заглянули на одну из тренировок девушек и познакомились с новичками. Тяжело в учении, легко в бою. В функциональной подготовке Томаш Чатор уделяет пристальное внимание. Гонболистки всегда должны быть в хорошей физической форме, чтобы провести весь сезон на высоком уровне, без спадов. Тренировки для девчат – это своеобразные испытания. Все знают, что будет очень тяжело и понимают, зачем это необходимо. А потому перебарывая усталость выполняет все задания тренера. Уже привыклись бы за полгода с тренером этим, поэтому ничего нового. Ну, точнее, каждый раз у нас новые тренировки, какие-то новые, что интересное. Но привыкаешь к нагрузкам. В межсезонье женская команда лишилась значительного ряда игроков. Ожидаемо покинули клуб Ильина и Лобач. Первая уехала играть в Македонию, вторая – в Румынию. Не заключены новые соглашения с российскими легионерами Болдыревой и Лубиной. И одной из главных потерь стал отъезд в Словакию Екатерины Дубовцовой. Ильину на позиции разыгрывающей заменила россиянка Юлия Голубева, проведшая минувший сезон в Тольяттинской ладе. В линии помогать Виктории Шимановской, на которую у чатера особые планы в сборной, будет Наталья Платанович, выступавшая за столичный БНТУ «Белаз». Долго думали, линейных очень много по Европе, но зачем опять Вику затремазить, потому что Вика уже в прошлом году немного меньше играла, но все равно надо в этом сезоне Вику поднять, будут играть на хорошем уровне. Потом в сборной будет плохо, будут в сборной две хорошие линейки, Лобачьяна. И поэтому взяли Платанович, будет помогать Вике. А вот замены Дубовцовой на позиции правой полусредней пока нет. На турнире в Польше эту роль успешно выполняла номинальный левый полусредний правша Оксана Артамонова. Однако тому же чатеру на этой позиции нужна левша. К тому же необходима и равноценная замена на правом краю для Кристины Охраменко. На этой позиции мы ищем еще две игроки, левшие. Ну, есть игроки левшие, но просто нет по-моему окуса. Я не хочу каждого повезти сюда, что может бросать с левой рукой. Пока сейчас очень хорошая играет наша Оксана Артамонова. Поэтому я хочу просто одно левшее, что будет настоящий правый полусредний. И одно, которое играет и уголь, и правый полусредний. Потому что я могу дозволить, что будет опять целый сезон остаться Охраменко на самом этом месте. Все остальное есть по две игроки. Юлия Голубева в минувшем сезоне в составе «Лады» выиграла бронзу российского чемпионата. Сейчас намерена бороться за золото белорусского. Признается, что приехала играть в Гомель из-за тренера. За работой Томожа Чаттера следила давно. А потому над предложением играть под его руководством долго не думала. Процесс адаптации в новых условиях россиянке дается легко. На данный момент тренер ставит задачу сыграться с командой, с девочками, подучить также их комбинации и, естественно, подготовиться к таким чемпионатам, как чемпионат Белоруссии, Лига чемпионов и кубковые игры. У Натальи Платанович ситуация немного иная. После окончания трудового соглашения с БНТО о продолжении спортивной карьеры не думала. Предложение, поступившее из Гомеля, заставило гонболистку передумать и еще как минимум на год задержаться в гонболе в качестве игрока. Правда, затянувшийся отпуск дает о себе знать. Мне тяжело, потому что, да, девочки раньше начали, я-то позже пришла сюда, поэтому тут две недели, мне, конечно, тяжеловато влиться во все это, тем более, когда, как говорится, уже решил все, уходить, заканчивать со спортом. Турнир в Польше подвел своеобразную черту под первой частью предсезонной подготовки женской команды. И цели на эту поездку Томаш Чаттер ставил тренировочные. Для Гомеля это был фактически обыкновенный сбор. Наряду с играми команда не переставала тренироваться. Я доволен, как приготовленная девушка, ну, надо еще прибавить там, я думаю, 30% сил, скорости, просто в самой игре. Команды, которые были в Польше, это команды от четвертой, пятой, шестой и седьмой команды, хорошие команды, которые играют хороший гонбол, быстрый гонбол. Команда продолжает тренировки в двухразовом режиме. Предстоящий сезон легким точно не будет. Игры на евроарене. И главное, надо подтверждать статус сильнейшей команды страны. Обладателя Кубка Белоруссии, Кубка Балтийской лиги. А сделать это будет нелегко. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» также попробовала свои силы в спаррингах. Матчи были нетурнирными. Команда сейчас почти на экваторе предсезонной подготовки. Игры получились не самыми яркими. И тому есть свои причины. Подробности далее. Первые спарринги команда проводила на фоне серьезных физических нагрузок. Сейчас закладывается база на предстоящий сезон. Так что гонбол в исполнении гомельчан был, так сказать, еще сырым. Эти спарринги полезны очень в плане того, что ребята должны почувствовать мяч, войти, как говорится, из тренировочного процесса в игровой мяч. Клуб ЗНТУ «ЗАС» из Запорожья открыл список соперников нашей команды в межсезонье. С украинцами на своей площадке «Гомель» сыграл дважды. В первом матче особых проблем хозяева не испытали. 34-29. А вот на следующий день было не так просто. Почти весь матч гомельчане были впереди. Но у соперника получалось сравнять счет. Однако перехватить лидерство они не могли. Все решилось в концовке. Менее чем за три минуты до финальной сирены украинская команда смогла выйти вперед. А вот у гомельчан в атаке в решающий момент ничего не получалось. Как результат – поражение 26-28. Однако главный тренер гомельской команды Сергей Цыганков не видит трагедии в поражении. И далеко идущих выводов пока не делает. Команда ищет свою игру как в атаке, так и в защите. И причина тому – кадровые изменения в составе. Спарринг идёт очень тяжело, потому что, во-первых, поменялась у нас немножко система защиты в связи с приобретением центрального защитника. Ещё не совсем сыграны. Больше всего меня беспокоит эта игра в нападении команды. Мы лишились основного игрока, разыгрывающего. Ой, полусреднего Ященко Андрея. Поэтому как бы не можем сейчас ещё найти свою игру. Ещё далеко от того, чего мы хотим и чего вообще будем играть в этом сезоне. Ещё одним спарринг-партнёром стал Могилёвский Машеком. Первый тайм получился равным, однако во втором гомельчане взяли игру в свои руки и добились нужного результата – 30-23. В Гомеле состоялась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по велоспорту на шоссе. Ежегодные старты собрали более 40 спортсменов со всего региона. Начиная с нынешнего года, спартакиада проводится в память о заслуженном тренере Республики Беларусь Василия Адодине. Василий Константинович свою тренерскую карьеру посвятил работе с молодёжью. В Беларусь переехал в 1986 году и до 2013 в Гомеле воспитывал будущих чемпионов. Своих дочерей Наталью и Елену велоспортом не увлёк. Любовь к этой дисциплине унаследовал внук Владислав. В программе соревнований было три гонки – индивидуальная, групповая и критериум. На старт выходили спортсмены 2001 года рождения и моложе – всего 44 человека. Такое небольшое количество участников не может не огорчать. Пока, к сожалению, мы потеряли последнее время свои позиции по этим возрастам. У нас в области семь отделений в детских спортивных школах, где-то порядка 12-13 тренеров работает. Но в соревнованиях участвуют всего нас 18 девочек и 27 ребят. Это очень мало. В ближайшее время в Могилёве состоится республиканская спартакиада по велоспорту в этой возрастной категории. И по итогам областных соревнований будет формироваться сборная региона. У девушек в индивидуальной гонке на 10 километров победила жлобинчанка Надежда Доморадская. Ей же не было равных и в критериуме. У юношей в индивидуалке лучшим стал гомельчанин Николай Зубарев. В групповой гонке у девушек победила пара из Будокошелёва – Анна Чуинкова, Валерия Шутова. У юношей первенствовали Максим Андреев и Михаил Андросов из Жлобина. В критериуме победителем стал Алексей Шмансарис-Калинковичей. В командном зачёте победили жлобинчанин. На второй позиции спортсмены из Речицы замкнули тройку призёров гомельчанин. Хорошие новости пришли из Олимпийского Рио-де-Жанейро. Надежда Лепешко и Марина Литвинчук вышли в финал соревнований байдарок-двоек на дистанции 500 метров. В своём полуфинальном заезде белорусский экипаж финишировал первым. Финал состоится завтра. И на сегодня о спорте всё. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин